Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, друзья, коллеги, за многие десятилетия нашей работы в лаборатории психологического обеспечения у нас накопилось огромное количество продукции психически больных людей, здоровых людей. Мы можем сравнивать разные нозологии, их продукцию, по их продукции. И в предыдущем видео я уже говорил о просто рисунках больных, которые мы просили нарисовать их свою жизнь, свои какие-то обстоятельства, видение себя и так далее. И продолжение того видео. Здесь вот такая папочка. Много-много сотен тысяч рисунков по методике пиктограммы. Видно здесь, что это олигофрены, эпи, органики, шизофрения, невроз, психопатии, иные какие-то нозологии, женщины очень интересно рисуют. И, соответственно, давайте я буду показывать эти рисунки. Их здесь достаточно много. Повторюсь, что это методика пиктограммы. В данном случае я открыл папочку олиго, то есть больные умственной отсталостью, олигофренией, или как сейчас говорят, легкая умственная отсталость, средняя умственная отсталость, тяжелая умственная отсталость по старинке. Это называлось, значит, имбецильность, вернее, дебильность, имбецильность и легкая умственная отсталость. Давайте посмотрим. Начнем. Я просто буду их показывать. Это еще повторюсь еще раз. Это рисунки умственно отсталых. Олиго. Они подписаны. Методика пиктограммы. Веселый праздник. Люди сидят тут, чай пьют. Тяжелая работа. Болезнь. Счастье. Классический вариант методики пиктограмм. Нами использовался. На 16 слов и словосочетаний. Соответственно, мы предлагали классический вариант. Нормой воспроизведения является 8-10 для умственно отсталых лиц. Отсроченно. То есть, здоровый человек должен воспроизвести все 16, у кого все в порядке. То есть, методика, собственно, направлена на оценку памяти. То есть, должен нарисовать, потом через некоторое время, глядя на свои рисунки, как на подсказку, вспомнить те слова и словосочетания, которые ему были предъявлены. И по прошествии, соответственно, 40-50 минут, часа, эти рисунки ему снова давались. И он вспоминал. Здоровый человек, как правило, воспроизводит 14, 15, 16. Точно воспроизводит слов и словосочетаний. Умственно отсталый, как правило, 8-10. Ему иногда меньше. Иногда совсем не могут выполнить эту методику. В случае какой-то тяжелой степени, предположим, там, диетия. Дебильность, имбецильность и диетия. Рисунок психически больного человека. Преобладают фигуры людей. Какие-то конкретно ситуационные обстоятельства. То есть, сидят люди, лежит человек. Люди, люди, люди. Давайте продолжим дальше. Тяжелая работа. Обратите внимание, абстрактно-метафорический образ присутствует у больного. Олигофрении и дебильности. Не очень высокая, тяжелая степень умственной отсталости. В основном, фигуры, конечно, людей. Какая-то действенная ситуация. Тяжелая работа. Что-то люди несут. Здесь атрибутивный образ. Веселый праздник. Здесь абстрактно-метафорический. В соответствии с нашей таблицей, которая находится на сайте, которой мы пользуемся, вы ее можете свободно скачать. Каждый из этих образов может быть классифицирован по трем принципам. Это я уже возвращаюсь к методике пиктограммы. То есть, соответственно, наглядно-действенный уровень обобщения или конкретно ситуационный. Его еще иногда называют самый низкий понятий. Понятийми, или его еще иногда называют атрибутивным уровнем. И абстрактно-метафорический уровень, когда присутствуют какие-то абстракции. Ну, в данном случае это сердце, пронзенное стрелой. Ну и, соответственно, есть выхолощенные, бессодержательные образы. Я их вам сейчас покажу. Как правило, они встречаются при шизофрении, маниакально-депрессивном психозе. Даже наличие в пиктограммах одного-двух выхолощенных, бессодержательных образов дает практически, ну, так скажем, не знаю, меня, наверное, закидают тапочками 90% вероятность того, что человек болен одним из двух заболеваний. Или же это маниакально-депрессивный психоз, или же шизофрения. Ну, в данном случае конкретика, конкретика, конкретика. Это один абстрактно-метафорический, два, вот веселый праздник, еще салют, но тоже, скорее всего, объяснения больного содержали какую-то конкретику. Это именно больные олигофрении, уровни дебильности, имбецильности, или же дебильности. Имбецильность, дебильность и диетия. Тоже конкретно ситуационная графика больного с умственной отсталостью. Рисунки, как правило, плохо структурированы. Фаотично располагаются на листе. Тут вообще, видимо, не смог выполнить уровень, или же имбецильности, или и диетии. В дальнейшем, если будет такая заинтересованность, видео будет популярным, я продолжу показы подобных рисунков. Все они были оцифрованы. И, соответственно, вот здесь вот я помню этого, эта девочка была, было ей лет, наверное, 16 уровня, имбецильность стояла в диагнозе, не смогла она выполнить задание, и нарисовала себя, по-моему, так. Было это достаточно давно, лет, может быть, 7-8 назад. Я помню эту девочку. Конкретно ситуационные образы преобладают человеческие фигуры. Как выглядят рисунки умственно отсталых людей. Давайте я закрою папочку Олига и покажу для затравки, как говорится, несколько рисунков психически больных шизофренией. Пиктограммы, методика пиктограммы. Символические образы, как видите, да? Присутствуют какие-то и схематичные изображения людей. Объяснение больного крайне важно. Методика может проводиться как индивидуально и предпочтительно ее проводить, с обязательным опросом, а что же изображено на этом рисунке, насколько он позволяет вспомнить предъявленное понятие. И, соответственно, можно проводить ее и в групповой форме, когда раздаются листы, даются задания, люди рисуют, а потом подходят к столу испытуемого. То есть мы проводили эту методику буквально все годы существования лаборатории и четко нумеровали конкретно ситуационные образы, преобладают атрибутивная норма или же абстрактно-метафорические. Иногда сталкивались с выхолочными, и тогда диагноз, конечно, был не очень хорош. Вообще нет плохих и хороших диагнозов, но тем не менее. Вот такие рисунки больных шизофренией. Символизм, абстракция, трудность понимания, некоторая выхолощенность, обратите внимание, видимо веселый праздник, тяжелая работа, болезнь, счастье, болезнь, обратите внимание, три кружочка, да, счастье, развитие, вкусный ужин у больного шизофренией. Так вот он его себе видит. В общем, трудность воспроизведения, трудность понимания. Два квадратика, большой, маленький, видимо, развитие. Тут что-то непонятное. Тут какие-то два кружочка, стрелочка. Вот больной шизофренией рисовал. Классический пример. Во многом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь выхолощенных, абстрактно-метафорических, по меньшей мере. Конечно, я уже не помню объяснение больного, но по меньшей мере можно трактовать эти рисунки. Каждый в процессе обследования можно трактовать, как выхолощенный, даже не абстрактно-метафорический, а выхолощенный образ. Очень наглядная, точная, единственная, пожалуй, единственная, не пожалуй, а так она и есть. Единственная методика из, условно будем говорить, проективных, когда требуется творчество больного. Методика пиктограммы, она классическая, направлена на исследование памяти, мышления, как мы с вами видим. Одна из лучших патопсихологических методик, дающая неопровержимый материал в следствии в силу от своей структурной особенности. И в то же время она объективна и абсолютно объективна позволяет почувствовать больного, классифицировать его продуктивную мыслительную деятельность, определить ее как низкую, нормальную или выше среднего, выходца из народа, или же вообще понимать его как человека больного шизофренией или маниакально-депрессивным психозом. Очень красивые рисунки вот здесь вот. Обман, вкусный ужин, вкусный обед больным написано. Несомненно, атрибутивный образ, атрибутивный, атрибутивный, абстрактно-метафорический, абстрактно-метафорический, атрибутивный, абстрактно-метафорический, абстрактно-метафорический, атрибутивный уезжающий вдаль поезд если бы тут человек стоял и платочком махал его можно было бы трактовать как конкретно ситуационный в данном случае уезжающий вдаль поезд это атрибут или даже где-то возможно из надо слушать объяснение больного может быть и абстрактный метафорический образ разлука обман победа очень интересный флаг подвиг борьба справедливость видимо что-то связанное с судом сомнения и дружба вот такой вот рисунок больного шизофрении запрещено испытуемому пишет писать какие-то по инструкции писать какие-то цифры слова но тем не менее вот здесь вот тяжелая работа цифры написаны нему тут девушка какая-то словосочетание запятая то есть видимо какая-то не просто слово было словосочетание болезнь счастья также больной шизофрении обратите внимание детский такой рисунок это не рисунок маленького ребенка это рисунок взрослого человека а образы без носиков без ушек без волос рисунок больного шизофрении очень мелко тут но диагноз тоже шизофрения символизм 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 дружба бутылка сомнения какой-то человек метафорически нарисованный абстракция 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 обман видимо наперстки атрибут прошу прощения за не очень может качественные рисунки но как человек рисовал как он давил на карандаш сканер у нас хороший они были отсканированы видно некоторая нечеткость плохая прорисовка взрослый человек рисует вкусный ужин веселый праздник во многом рисунки непонятны победа вражда что-то такое непонятное нарисовано ссора ошибся пациент написал ссора на самом деле здесь дружба плохое воспроизведение абстракция выхолощенность здоровый человек по сколько тут по восьми палочкам вряд ли может себе представить понятие ốc которая тут может быть было заложено Voorhollo щены выхолощенны выхолощены вызовущены выхолощены образы выхолощенный образ не содержит что значит выхолощена образ как таковой не содержит конкретного понятного содержание заданного понятия вряд ли наверное по этому рисунку можно представить себе какой-то из этих слов победа подвиг они субъективны значимы только для этого человека и в этом случае являются выхолощенными непонятными для испыту для исследователя 12 образа даже один уже настораживает когда на понятие победа человек рисует машину победа говорит машина победа никак не отражает собственное содержание содержание слова победа или допустим ягоду вид ягоду викторию на понятие победа на где у нас от победа нарисовав ягоду викторию на понятие победа несомненно это свидетельство того что у человека присутствуют какие-то нарушения мышления мышление это всегда процесс это всегда волна это всегда движение на понятие победа нарисовать ягоду викторию это шизофрения на понятие сомнения нарисовать рыбу сом классические примеры я привожу они описаны в литературе рыба сом никак не отражает подлинного содержания слова сомнения по созвучию по по созвучию выхолощена до сомнения сом это да или нарисовать кружку чая и стрелочку от нее на понятие отчаяние это шизофрения господа и от методика пиктограммы единственной из объективных методик она позволяет это выявить и оценить в обязательном порядке мы ее проводили буквально с каждым из наших пациентов клиентов это все из папочки шизофрения давайте посмотрим дальше я продолжу эти видео наверное вот здесь будет интересно посмотреть рисунки больных неврозом психопатии женские интересные рисунки и так далее невроз где есть истерия ищи шизофрению на этом пожалуй все благодарю за внимание и удачи вам